Ребята, всем привет! С вами Димас, оператор Антон за кадром. Будем делать сегодня мы рыбный суп уху, как финскую, не знаю, как ее назвать. У нас вот осталось кости, вот наши форели, чуть-чуть кусочки мяса. Мы солили форель, из этого решили сварить уху. А также для этого нам понадобится для бульона небольшие корешки, у нас сельдерей тут, лук-морковка, картошка, лук-морковь, как бы сельдерей, ничего нового, все одинаковое. Просто это для бульона, а это уже для супа будем делать. Лимоны добавим и сливки. Сейчас оператор мне подаст, тоже будем использовать. Спасибо. Наши сливки. Приступим к приготовлению. Для начала мы включим нашу комфорку и обжарим овощи, именно для бульона, которые пойдут. Маслице нальем. Закинем наши овощи и хорошо сейчас все обжарим, колернется у нас. Также кинем перец чили, не будем резать его. И может быть пару томатов сейчас закинем еще, чтобы они тоже колернулись, дадут свой аромат. Кучок морковки колеруется, все замечательно. Лучший вариант это вот быстро обжарить овощи, подрумяним и уже добавим водички. Кидаем голову, наш позвонок и обрезки вот у нас тут, полувнички, ребрышки. Немножко обжарится. Здесь тоже потом срежем это и тоже добавим, будет вариться у нас. Водичка, как себе, святая наша. Сходили на колорец с оператором. Принес оператор бидон воды 40-литровой. Качается, говорит, хочет свой жирок в мышцы перегнать. Но я не знаю, что у него получится, но я думаю, получится. Ну вот, у нас хватило с рыбкой немножко и мы добавим водички. Вот так, чтобы рыба скрылась, голова. Ждем. Сейчас закипит. Проварится 5 минут. Мы снимем пенку, закинем лаврушку, душистый перец и горошек. Томаты тоже закинем туда. Сейчас снимем наше мясо, которое уже пойдет сразу в суп. Вот, а шкурка пойдет в бульончик у нас. Хвостики оставили чуть-чуть. И наши брюшки тоже снимаем. Мясцо. Нежное. Шкурки тоже в бульон пойдут. Тот жирок мы срежем, он нам не нужен. Это все в супчик кинем. Вот все, это мясо хорошее. Это все идет в суп, бульон. Тоже пойдет. Навар хороший будет. Просто замечательный. Мясо срезали, бульон у нас закипает. Сейчас ждем 10-15 минут, он закипит. 5 минут проварится. Вот, закинем все специи и вот будем варить еще какое-то количество времени. Ну, около часа, не больше рыбный бульон. Он быстро варится. Кто-то еще быстрее варит. Опять же, все зависит на каком огне. Ну, главное, чтобы закипело и томилось у нас на медленном огне очень. Снимаем бульон. Добавим немножко овощей. Пусть они у нас отдадут нам в бульончик свой вкус. И вот мы у нас перчик горошком. Штучек 20 кидаем сюда. Клоровый лист тоже 2-3 штучки небольшие. И душистый перец тоже. Штучек 7. У нас прошло где-то минут 45. Сверху жирок омега-3. Мне нравится. Я не буду его снимать. Кому не нравится, да, кто-то следит за своим здоровьем, может его снять. Но мне нравится. Он сейчас растворится во всем бульоне. У нас все проварилось. И мы сейчас процеживаем. Кстати, добавил сюда лимон. Еще кинул долечку, выжил. И корешков петрушек мы накидали. Тоже кинули туда. Все варилось. Пенку снимали. Ну, как все, как обычно. Вот, не солил ничего. Можно, конечно, все присолить немножко. Но мы не стали солить. Все потом досолим. Сахар добавим там до вкусу. Доведем наш супчик. А сейчас процеживаем через шлачок, что у нас получится. Вот, аккуратненько. Приступаем к обжарке наших овощей. Ставим на максимум. И обжариваем овощи. Лук, морковку, сельдерей. Все вместе. Все вместе обжарим сейчас. Сделаем так называемую поджарочку. И мы добавим наш бульончик рыбный. Процедили его заранее. Опять же, я не снимал. Жирок хочу с жиром, чтобы было со всеми вкусняшками. И добавляем наш картофель. Мы его нарезали тоже. Я люблю крупную картошку. Можно мелко нарезать, как нравится. Соломочка, все. Вот, мы добавили, нарезали кубиком. Довольно-таки большим, сантиметр на сантиметр. Ждем сейчас закипания. Картошка 5-10 минут-тире варится. Подходим, у нас картошечка уже разваривается. Идеально все. Так что мы добавляем нашу рыбку красную. Вот, добавим рыбку. Она быстро варится. Уже почти. Сейчас убавим. Добавим петрушечки. Я люблю много зелени в супе. Если у вас сухая, можете сухую добавить. Если есть свежая, как у нас, можете добавить свежую. Чем хороша петрушка? Она многолетняя, во-первых. И она, ну, держит морозы. Она устойчивая. Это укроп отцвел, все свое отдал. Петрушка, она как бы приемлемая. Но при этом зимой вы отгребли снег, и будет петрушка у вас свежая. Просто надо знать, где она растет. Зимой, когда снега попоет, сложно найти этот момент. Ты колень себя чувствуешь, егель, когда ищет. Добавляем чесночок. Мы решили добавить. Куда без чесночка. Также мы добавим соль. Вкусную. Вот, мы напомним, что бульон не солили, так что побольше. Также добавим сахарку немножко. Где-то пол чайной ложечки. Если что, добавим еще. Чуть перчика добавим. Сейчас помешаем, посмотрим. Отлично у нас закипает. Компературу прибавляем. И добавляем наши сливки еще. Посмотрим, что у нас получится. Они такие густые. Я не помню, сколько. Сколько. 200 миллилитров наших сливок. Да, 200 грамм. 200 грамм сливок. Ну, здесь где-то литра 4 супа у нас. Мы решили добавить все. Кто-то валит один к одному. Здесь известные шеф-повара, которые добавляют один к одному. Сливки. И бульон делают. Ну, мы добавим, получается, 1 к 12. Ну, цвет приятный дает уже, смотрите. Ну, как бы это все смоем. Обязательно смывайте. На стенках остается постоянно много полезных вещей. Не выкидывайте это все пакеты или что-то еще. Всегда делайте смыв. У все повара, шеф-повара тоже рекомендует все это делать. Не стесняются этого смывания. Это нормальное явление. Сейчас прибавляем температуру. Ждем. У нас закипит. Также мы кидали в бульон. И кинем сюда, опять же. Ну, мне нравится перчик и горошком, и душистый. И в супе в основном. Не только в бульоне. Он и туда отдал, и он и сюда отдаст. Как раз вот эти пару минут, которые варятся. В итоге постоит еще. И свое отдаст. А рыбный суп без перца, это, ну, если вы не добавляете перец в рыбный суп. Даже если вам не нравится. Это большая часть вкусовая у вас теряется. Обязательно добавляйте в рыбный суп перец. Либо белый к рыбе, как еще полагается. Либо черный, либо смесь перцев разных. Какие вам нравятся. Ну, у нас, вот смотрите, все растворилось. Сливки растворились. Вот, даем немножко прокипеть. Потому что я переживаю, что сливки все-таки не жидкие, а кремообразные. И могут не до конца раствориться. В суп, конечно, не рекомендуется такие добавлять. Лучше жиденькие. Но мы решили вот добавить. Лишнее снимаем. Пеночек. И пробуем на вкус. У нас соль у нас получилась. Хороший. Такой необычный вкус. Добавим соли немножко еще. Не хватает. Также перчики я добавил бы еще. Убавил. На минимум убавляем. У нас все проварилось. Вот, добавим оставшуюся зелень. Оно сейчас дойдет. Щепоточку сахара добавим. Все, суп у нас готов. Выключаем. Так что, ребят, сейчас он стоит 5 минут, настоится. И мы будем пробовать, что у нас получилось. Мне нравится вот этот жир. Вот эта омега натуральная. Я ее никогда из супа не убираю. Конечно, у некоторых там супер жирности и животы болят. Но эта штука полезная. Мне нравится. Я всегда ее наливаю, всегда пробую. Украшаем немножко петрушечкой. Дадим сельдерейчик. Лаем, положим для красоты. Чесночок, куда без него. Ребят, пробуем, что у нас получилось. Наша скандинавская уха. Чесночок обязательно, хлеб. Но мы сейчас в России. Дезинфекция на ней подвредит. Хлебушек. Белый. Вкусно, очень вкусно. Ребят, советую с картошечкой. Сейчас попробуем рыбка. Главное большое отличие. То мы варили из форели. Форель, она речная рыба. И я как бы вспоминаю вкус, что я варю на работе или где-то еще дома, из лососи. Ну, именно костях. Другой вкус. Здесь как бы такой, так сказать, дикий. Именно дичь. Вот, дикий речной вкус красной рыбы. Лосось, вы такого не ощутите. Лосось выращивается на фермах. На ваше здоровье. Берегите себя, своих близких. Обязательно к рыбному супу. То, как любят, а любят с белым хлебом. Белый хлеб к рыбному супу, это бомба. Макайте. Ребята, это бомба. Реально вкусно. Либо погода за окном способствует этому. Там мерзко, противно, осень. Ну, она по-своему прекрасна. И горячий суп. Ну, это... Это реально вкусно, ребята. Мой совет вам, приготовьте обязательно. Форель недорогая. Купите в магазине в разы дешевле, чем лосось. Два-три раза стоят дешевле. В зависимости от размера ее. Пробуйте, готовьте. С вами был Димас. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Любые комментарии. Мы всем рады. Оператор Антон с вами тоже был, кстати. Не забываем это. Пока-пока, ребята. Пока-пока, ребята.